Все, и узнаем как раз у Тараса Шиправского, секретаря Бычанского городского совета. Тарас с нами на прямой связи, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Тарас. Вот тот сигнал, который, возможно, получили жители Бучи, которые уехали из Бучи, что уж можно возвращаться, это же неправда, там же еще будет долгий процесс разминирования. Расскажите, как он долго будет длиться и когда можно будет вернуться в город? Тарас пропал, но мы вас видим. О, я вижу вас. Да. Еще раз здравствуйте, да, действительно, вы правы, в город сейчас, несмотря на сообщение о том, что он освобожден, возвращаться не то, что нельзя, это просто опасно для жизни. От той информации, которой мы владеем, много гражданских объектов, это и жилые дома, это квартиры, это и промзоны предприятий, это лесополосы, это парковые зоны, они просто заминированы. Поэтому для того, чтобы возвращение в город гражданского населения было безопасным, слышно меня? Да. Для того, чтобы возвращение в город гражданского населения было безопасным, надо, чтобы была проведена работа по разминированию саперами, военными специалистами, а также нашими коммунальщиками, которые просто соберут тела погибших и мирных жителей, много также тел и русских солдат, которых надо будет собрать и где-то похоронить. Одним словом, надо привести город в порядок, в жилое состояние для того, чтобы он мог принимать своих жителей. Как долго это все будет происходить, Тарас? Мы прогнозируем, что это около месяца времени, это как минимум, потому что мы еще как бы не знаем масштабов заминированных территорий и вообще масштабов разрушений и повреждений. Есть у нас информация даже от местных жителей, которые там, что есть боеприпасы, которые не сдетонировали по каким-либо причинам, это тоже отдельная проблема, поэтому сейчас возвращаться в город опасно. Более того, если даже кто-то припримет из местных жителей попытку, на блокпостах не пустят, потому что надо спецпропуск для того, чтобы попасть как раз в бучу сейчас. Тарас, многие наши и коллеги, и зрители, которые нас смотрят в Украине, сообщают о том, что вот кто-то выбрался по гуманитарным коридорам зеленым, кто-то там еще остался в буче. У вас есть информация, как вы поддерживаете связь, коммуницируете с теми, кто остался в бомбоубежищах и, возможно, даже не знает о том, что буча освобождена? Вот сколько людей, как и куда обращаться людям для того, чтобы выйти на связь с вами, с властью? Смотрите, в буче, по нашим подсчетам, приблизительным, около 5000 человек. Да, действительно, нет ни мобильной связи, ни интернета, но за это время уже как бы определенное сарафанное радио, оно уже налажено. Плюс, когда русские отошли, связь в городе стала лучше. Мы, ну, как бы предполагаем, что у них были глушилки, которые связь глушили. Связь в городе мобильная иногда прорывается, и люди зарядили телефон от дизель-генератора, который есть на территории больницы, и они имеют возможность выходить на связь. Плюс, я скажу, что как только люди услышали, что не стреляют, что на улице тихо, спокойно, они уже тоже потихоньку выходят на улицы, выходят из подвалов, выходят из своих жилищ, понемногу уже передвигаются по городу, ну, по тех местах, где они знают, и подходят за получением гуманитарной помощи. Вчера наши волонтеры, наши сотрудники горсовета доставили уже под вечер в Бучу два автобуса как раз гуманитарной помощи, и мы планируем, если позволит ситуация, также сегодня большой груз гуманитарной помощи доставить в саму Бучу, а также в населенные пункты, которые входят в состав Бучанской громады. Это и Ворзель, это Блыстовыся, это Лубянка, Гавриловка, Синяк и другие. Всего 14 населенных пунктов в нашей громаде, которые остро нуждаются в первую очередь в продуктах питания и в медикаментах, потому что люди фактически с начала войны не имели возможности ничего получить. Тарас, если можно очень коротко, по маленьким населенным пунктам вокруг Бучи, в том числе и Ворзелю, там ситуация такая же, уже контролируют полностью все вооруженные силы Украины, и происходит разминирование, как, собственно, и в самой Буче, правильно? Да, по нашей информации, что Ворзель также освобожден, продолжается как раз мероприятие по разминированию зачистки, также есть информация, что Мироцкая, Блистовица, также под контролем ВСУ, и по отдаленным населенным пунктам Гавриловка, Синяк, от местных жителей, которые вышли на связь, есть информация, что русских в селе нету, техники нету, и тихо, спокойно также они передвигаются. Поэтому, в принципе, у нас есть информация, что наша громада освобождена, но процесс разминирования, как долго он займет, уже скажут военные специалисты, которые уже будут работать на местности, в зависимости от масштабов, они уже скажут, будут заговорить конкретные сроки. Спасибо, Тарас, берегите себя, пожалуйста, сейчас тоже опасный момент по разминированию и налаживанию всех коммуникаций. Тарас Шаправский, секретарь Бычанского городского совета, с нами на прямой связи. Да, это долгий процесс. Очень, да, вот месяц, как минимум, да, Тарас сказал, не возвращайся.